Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин Говорит, показывает Лоподом Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино И сегодня речь пойдет об очень смешной Жизнеутверждающей книге Которая так нужна нам в эти сложные времена Евгения Батурина написала книгу Выход А И это, друзья мои, русская Бриджит Джонс Но с очень важным отличием Если вы помните и любите так же, как я люблю Это произведение И этот фильм, фильм по-своему прекрасен Хотя, как всегда, расхваливая фильм Я не забываю, что Ну, Зельвегер прекрасно, все прекрасно Мистер Дарси, ля-ля-ля Английский вот этот юмор Но вы же понимаете, да Он не содержит даже десятой части того Что, значит, содержит книга Я не знаю, что вам вспомнить Какие волшебные истории из Бриджит Джонс Привести в пример, чтобы вы поняли Что история Антонины Козлюк Ничуть не хуже Ну, допустим, мой любимый рецепт избавления от глистов Вот, я потом специально как-нибудь расскажу Для желающих Итак, значит, Евгения Батурина Написала удивительно жизненную Очень оптимистичную историю В которой все плохо Еще раз повторюсь для непонятливых Все очень плохо Потому что, в отличие от Обаятельнейшей Бриджит Джонс Которая Self-made woman То есть, человек, который Достиг таки, чего хотел Ну, пусть даже и в брачной истории Какие-то достижения ее лежат в области Матримониальной, скажем так Но Она же все-таки неумеха Она же все-таки растяпа Она же все-таки тетеря Чего не говорить, да? Ну, вот И это прекрасная Попа, которая Значит, зафиксирована телекамерой Я кадры из фильма Вам буквально пересказываю Значит, ну, это, конечно Это метафора того, что Ну, вот есть такой типаж Антонина Не такова И не думайте, что фамилия Козлюк Многое вам скажет о героине Героиня, во-первых Женщина очень талантливая И это надо учитывать Историю Значит, воспринимая Всю эту историю Героиня, в общем-то Строит свою жизнь По таким Общеинтеллигентским лекарам Которые очень И этот городок уездный Где осталась ее мама И эта история с бабушкой И этот Нелепый совершенно брак В свою очередь Очень типический Там все типическое у мужа И разговор Самый серьезный разговор в жизни Который надо повернуть Здесь и сейчас Что же откладывать И я немедленно ему Об этом рассказал Через три месяца Вот так заканчивается Первая или вторая глава в книге Вы понимаете, в чем дело? Это не просто смешно написано Это вот просто В тютельку Яблочко В десяточку Попадает В очень многие Жизненные ситуации Которые являются Типическими для поколений Для пары Или тройки даже Поколений Вот на последние Десятилетиях Свою Зрелость Разместивших Это Понимаете, в чем дело? Вот Секс в большом городе Поминается в похвальном слове На первой сторонке обложки Действительно Да К знаменитому И популярнейшему сериалу Книга имеет отношение В том смысле Что Там тоже Вот просто Очень живое все Очень натуралистичное То есть Ты когда Следишь за Связями героев В этом сексе В большом городе И Ухахатываешься Над их Комическими положениями Да Ты понимаешь Что на самом деле Это срисовано Ну вот буквально Сценарист бегал Что называется С блокнотом По собственной жизни И выдергивал Из биографии Знакомых и друзей Также и Антонина Козлюк Ее прекрасная Творческая работа Не просто какая-то там Журналистика Или глянцевые журналы Она делает Этот свой Ноутбук Она делает Этот свой Журнал С таким Названием От души Понимаете Она делает Ровно ту журналистику Которую мечтает делать И поэтому Такая спаянность Всех сюжетных линий Все ее Лучшие подруги Обе Это Их же так много Их целых Значит Это Основа Творческого коллектива Основа ее редакции И поэтому Редакционная жизнь О которой сказано Совсем немного Столь притягательна Да Вот эта вот Творческая атмосфера Именно поэтому Закономерно Весь этот Титаник Со всем его Чертовым оркестром Бассейном Тренажерным залом Тремя ресторанами Семью там Салонами Терпит большой крах Потому что Айсберг под названием Жизнь Он никуда не делся И козлюк Со всего маху Делает шмяк И вот с этого шмяка И начинается роман В котором Как я уже говорил Ну все плохо История съема жилья С которого все это начинается Да История взаимоотношений С системным администратором С которым проведено Немного Немало Много лет Вот История Вы понимаете Там не акцентируется Внимание на судьбе Кузи Кузя это маленький Значит Сын Антонина И в общем Понимаешь Вот читая об этом ребенке Ты понимаешь Что единственное хорошего Что в этом браке было Это действительно Кузя Как она говорит своей маме И вот Ты Сердце не замирает Ты чувствуешь Что тебе все-таки Немножко легче будет Легко это будет читать Но путь Настолько извилист Но происходящее Внутри этой истории Настолько Смешно И трагикомично Одновременно И ситуации жизненные Что время от времени Хочется отложить книгу И просто пойти Не знаю там Позвонить хорошему другу О чем-нибудь Поговорить за жизнь Что называется Вот А потом Спустя две недели Когда выйдешь из запоя Ну Продолжить чтение Вот Шутки шутками Ёртничество Ёртничеством Но Конечно У этой книги Огромный Пэкграунд Литературный Просто невероятный Ты узнаешь Очень многих героинь От Мимолетных историй Которые может быть Не задели у вас всерьез Не знаю там С Викторией Токаревой До Героев Гуркина До героев Пьес Которые воплощают Что-то такое Не просто Пасконно народное Да Вот такое Бубенчиковое А что-то Близкое Каждому из нас Да Но не живет Душа В этих вот Рамках Позитивных Таких жизнерадост Жизнеутверждающих Да Расписанных Да Где вся твоя карьера Вся твоя жизнь Разложена по полочкам Все очень рационально Разумно Не живет Просится что-то живое Наружу Пробивает сквозь этот асфальт И оно обязательно пробьется И как всегда Разумеется В каком-нибудь Не очень приличном месте Ну например В нехорошей квартире Надо сказать Что дом и квартира Вообще Из этой истории Тянутся подозрительные нити К абсолютно реальным вещам Ты узнаешь Некоторые Общественные Политические события Ты узнаешь Некоторых образов Кажется То есть Ты с ними дружил Знакомство И был знаком Это очень-очень Веский признак Хорошей прозы всегда Когда ты знаешь Что не можешь Ничего знать О прототипах Но тебе мерещится Что ты о них что-то слышал А дом есть С колоннами С этой лестницей С этой школой Во дворе С огромным деревом Там Который на самом деле Тополь Со всеми другими Мыслями и немыслими Приметами И казалось бы С этой невероятной Квартирой Которая Не столько Нехорошая Сколько Не буду вам говорить Нельзя пересказывать сюжет Да Но конечно Булгаков Там где-то Благословил Издаля Вот этот ход Лежит тяжким Лежит тяжким Грузом Ипотека Вот Там значит Вот это вот Комнат Было невероятное количество Казалось бы Чуть ли не 50 Вот когда Антонина Приходит в это жилье Вот тут-то все и начнется А что Я вам не скажу Но я скажу одно Пригодится все Внимательно читайте Первую часть романа Потому что Когда вы будете читать дальше Вы поймете Что это за выход А Который не находится Да И почему он обозначен Совсем другой буквой И все Все Лыка пойдет в строку Каждая ниточка Протянется к чему-то Что потом Вас насмешит Или умилит В течение романа Да Даже кардиолог пригодится Хотя он Казалось бы Употреблен В определенном месте С определенной целью Ровно так Как это происходит Со взрослыми людьми В жизни которых Случается адюльтер Вот Но даже он пригодится В эпилоге романа Так что Будьте внимательны И самое главное Несмотря на Вот такой Очень плотной Литературный бэкграунд И с Булгаковым И с современной литературой И с мелодрамой И во всевозможных Ее разновидностях Несмотря на Чрезвычайную жизненность Которую прям Выпираешь Некоторые вещи Просто просятся На телеэкран Ты просто видишь Киносериал Который На твоих глазах Разворачивается И это на мой взгляд Прекрасно Потому что Это очень Очень оживляет Все Переводит Из разряда Набитой Шутками Какой-то Прозаической вещи В разряд того Что О чем звонят Друг другу По телефону И говорят Слушай Это такую офигительную Штуку читаю Ты не поверишь Я тебе сейчас процитирую И дальше Полчаса цитируют Вместо того Чтобы послать ссылку И сказать Немедленно Иди вот в этот Магазин И заказывай Эту книгу Потому что Это необычайное удовольствие Книга Роман Безусловно Антикризисный Сам автор Называет его Несерьезным Но как говорил Еще Оскар Дорогий Мэй Уальд Ха-ха-ха Самые несерьезные Самыми важными В этом мире А может быть И не Оскар А может быть И не Уальд А может быть Это я сказал Но поверьте мне На слово Это очень серьезная книга Она серьезно Поможет вам Кому в чем Кому-то устроить Личную жизнь Кому-то пережить Очередной нагоняет Начальство Кому-то Наводить отношения С родными и близкими Кому-то Может быть Уволиться Кому-то Выйти из запоя А кому-то Уйти в запой Это по-разному Складывается Но в любом случае Вы останетесь довольны Это я вам гарантирую Вот такая вот Прекрасная история Антонины Козлюк Я вам что хочу сказать Юмористическая литература Это тот живой воздух Которому не страшны Никакие исторические катаклизмы Джером По-моему Всегда будет читаться Во все времена И конечно Такие вещи Они переживут И увлечение Какими-то сюжетами И расхожие образы И сериалов Это потрясающая проза На мой взгляд Читайте Оцените по достоинству И согласитесь со мной Я надеюсь Так Выход А Который ищет у нас Героиня В романе Евгении Батуриной Поищем ее вместе с ней Ну если найдем То выберемся Спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok